А первым отчетом ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется Unreal, это канал моего знакомого, он снимает на проекте Amazon HolyPlay на первом сервачке, где играю в принципе я, канал реально очень интересный, классные видосики, также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на мой канал, ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гим, мы сегодня снова на проекте Amazon HolyPlay, сегодня будет мега интересное видео, за один день произошло очень много всего, поэтому сегодня я вам это все расскажу, покажу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забывайте введите мой промокод, пишите ММ, потом выбирайте 7 пункт промокод, указать друга ютубера и пишите мой промокод, получается Кирилл Гим Капсом. Давайте добьем 2000 активаций, я вам буду очень сильно благодарен, также не забывайте подписываться на канал, потому что я очень хочу до нового года добить 20000 подписчиков, поэтому если ты вдруг не подписан на канал, пожалуйста, возьми, подпишись. Первое, что бы я хотел вам сказать, это то, что я продал транспортную компанию, я получается продал Магнум за 12 миллионов и продал саму компанию за 40 миллионов рублей и потратил все деньги на вот эту машину, но не переживайте, пацаны, не надо там меня хейтить, я вам сейчас все расскажу, покажу, поэтому смотрите ролик от начала до конца, чтобы вообще понять всю суть. Да, пацаны, я продал транспортную компанию и потратил все деньги на вот этот Мерседес, но у нас есть другая транспортная компания, которую мне дали поддержать на время. Я точно не знаю, сколько мне дали ее поддержать, примерно может быть на месяц, может быть на полгода, короче, непонятно. Но на месяц точно, потому что, ну, этой компанией некому заниматься, поэтому заниматься буду этой компанией я. Короче, пацаны, получается Total Company, я думаю, все знают, что это за компания, кто играет на первом серваке, это третья компания вообще, которую создали, когда вообще добавили транспортные компании. И теперь эта компания будет моя, но она как бы не полностью моя, мы ее дали на время. То есть моя задача просто смотреть за ней, чтобы она не слетела, а деньги, которые я буду зарабатывать с этой компанией, я буду себе забирать. Моя задача просто смотреть, чтобы она не слетела, и все. Ну, а принимать людей и забирать прибыль я могу себе, поэтому вот как-то так, пацаны. Сейчас я вам покажу автопарк, здесь у нас получается 8 магнумов, это очень круто, вот реально, это очень круто, пацаны. То, что есть 8 магнумов, есть газон, есть век, то есть все реально очень круто. Процент, если что, 12, поэтому можете, если что, к нам приходить. Насчет названия, пацаны, я не знаю, может быть, я поменяю название, я спрошу у Богдана. Богдан, это именно его компания, но просто этой компанией уже полгода никто не хочет заниматься, понимаете? Она никому не нужна, и она просто может слететь. Поэтому я пацанам предложил то, что давайте я у вас компанию возьму, на время попользоваться, ну и потом отдам, когда вам нужно будет. Потому что, если бы не я, мне кажется, она бы уже просто слетела. Теперь эта компания будет у меня, на время, я вас буду принимать. Я думаю, вы согласитесь, что лучше взять компанию на время, чем развивать свою компанию, потому что у нас был один магнум, 5 века, то есть, ну, толком никто не хотел работать. Работали только пацаны, у которых свои фуры были. Короче, пацаны, которые на своих фурах были, я думаю, вы себя узнаете. Вам большое спасибо, когда вы работали у меня в компании. Как бы, по сути, это сейчас тоже моя компания. Вот эта компания, по сути, она тоже моя, потому что она на мне. Но она не полностью моя, а всего лишь на время. Если что, принимать я буду в компанию с любого скилла, поэтому можете, как бы, ко мне обращаться, я вас буду принимать. Но ваша задача работать. Вот здесь, пацаны, придется вам работать постоянно. В той компании, в моей, как бы, я не заставлял никого работать, вы работали по своему желанию. Но здесь придется работать, если у вас маленький скил, вы должны будете за день накатать, допустим, 20 тысяч. Если у вас там скилл 50, вы должны будете за день накатать 50 тысяч. Поэтому, пацаны, здесь придется работать. И если вы не будете работать, лучше не идите к нам в компанию, пожалуйста. Чтобы вы не тратили ни мое время, ни свое. Теперь давайте перейдем к машинам, потому что у меня много новых машин. И одна из них, вот этот Mercedes, который я купил за 52 миллиона рублей. Вы скажете, блин, а что так дорого? Да потому что здесь стоит аудиосистема. С аудиосистемой их не так уж и много, и поэтому они стоят, там, от 50 миллионов рублей. Я себе приобрел вот такую вот машинку, номера на ней стоят XXX007. Ну, честно, тачка реально очень классная. Я на ней вчера целый день катался. То есть, получается, я продал транспортную компанию, и все деньги потратил на вот эту машину. Потому что компанию я продал за 40 миллионов, и 12 миллионов, как бы, магнум обошелся еще. Поэтому я все деньги потратил именно на вот эту машину, понимаете? Вы скажете, а почему ты долг не отдал? Я долг, пацаны, отдал, потому что я продал еще свою одну машину, это, получается, Maybach хер пятерки. Я продал этот Maybach Матвею Вилла. Ну, то есть, своему человеку я продал этот Maybach. Потому что мне, как бы, он надрел, мне он уже не нравился, и я, как бы, решил его продать Матвею. Так, пацаны, что я себе еще купил? Я себе еще купил, получается, вот такую BMW M5 F90, но купил я чисто из-за номеров. Вот эти номера, кстати, пойдут на новую Ешку, потому что XXX007 классный номер, но мне он не очень нравится. Я хочу поставить туда вот этот номер на Х-8, мне кажется, он будет там лучше смотреться. Но на Бэхе, кстати, этот номер тоже очень классно смотрится. Кстати, пацаны, насчет конкурса. Я вам обещал конкурс. Я вот с этой машины номера сниму через пару дней и разыграю вот эту BMW. Она, как бы, очень классная. Здесь есть Nitro, ГОСК 4.5, поэтому ждите розырыш вот этой машинки. Ну, как бы, да, это не очень такой крутой розырыш, но, думаю, M5 F90 всем нужна. Ссылку, если что, я подчиню, не переживайте. Как бы, здесь есть все, кроме аудиосистемы третьего чипа. Поэтому, я думаю, вам такая машина понравится для розырыша. Следующая машина, пацаны, это Range Rover. Номера вообще уебищные, на самом деле. Типа, ну, реально, номера говно. Номера говно, серьезно. Кстати, кто помнит эту машину, пацаны? Кто помнит эту машину? Чтобы вы понимали, эту машину делал я, помните? Для Тимоха Домино. Для Тимоха Домино я делал эту машину. Было такое шоу, получается, тачка на прокачку. Да, у меня еще 100 было. Это было еще где-то полгода назад, даже больше. Где-то год назад прокачал эту машину. Я, получается, купил эту тачку, полностью ее прокачал, поставил номера и подарил Тимоха Домино. Но, в итоге, теперь она у меня, потому что я ее купил за 6.5 у подписчика. Из-за чего я вообще ее купил? Потому что здесь есть нитро, это, во-первых. Во-вторых, здесь есть гидравлика. Как бы, тачка, тем более, прикольная. Номера сюда я хочу поставить в топ-восьмерки. Я думаю, они здесь будут хорошо смотреться. А вот эти номера я просто вот спущу, но всему с них покраску. Поэтому, кому нужна будет покраска, обращайтесь. Потому что я хочу эту покраску продать. Ну, немножко заработать денег, грубо говоря. Кстати, здесь стоит еще занижение. Ну, то есть, тачка реально заряженная, вот эта. Рейнджовер, он реально заряженный. Я его чисто купил по приколу, потому что, ну, я давно хотел себе рейнджовер. А здесь есть и гидравлика, и нитро, и занижение. То есть, ну, реально полный тюнинг здесь стоит. Ну, аудиосистемы, конечно же, нету. И третьего чипа тоже нету. Но тачка реально прикольная, она очень хорошо разгоняется. Смотрите просто. Реально очень быстро разгоняется. Максималка у нее 235. Это очень даже неплохо. Всем советую, кстати, покупать себе рейнджовер. Очень классная машина. Ну, что ж, пацаны, вот так вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Очень много всего произошло за вчерашний день. Я даже стрим вчера запускал, в принципе. Я думаю, многие видели. Реально просто за вчерашний день, чтобы вы понимали. Я купил себе три новых машин. Продал свою одну машину. Продал компанию, получается, вчера. Взял другую компанию. Короче, много всего вчера произошло. И я вам решил это все рассказать, чтобы потом не было вопросов. Чтобы потом реально не было вопросов. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok